с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 17 октября международный день борьбы за ликвидацию нищеты ну а теперь у родившихся 1734 год в этот мир приходит григорий орлов генерал фельцехместер фаворита императрицы екатерины второй второй из братьев орловых строитель гатчинского и мраморного дворцов от него императрица имела внебрачного сына алексея родоначальника графского рода бобринских 1912 год иван павел первый приходит в этот мир папа римский предшественник карля войтылы по имени был папой лишь 34 дня самый короткий период со времен льва одиннадцатого который правил вообще 27 дней в 1605 году первый папа который выбрал двойное имя честь своих двух предшественников артур миллер родился в 1915 году американский драматург для некоторых считается одним из самых значительных двадцатом столетии конце 50-х миллер стал видной общественной фигуры чему между прочим способствовал его второй брак со знаменитой мэрилин монро который продолжался около пяти лет именем рождается в 1972 году настоящее имя маршал брус метр с 3 американский рэпер музыкальный продюсер композитор и актер один из самых продаваемых музыкальных артистов в мире а также самый продаваемый артист двухтысячных именем обладатель 15 премии грэмми и множество других наград и один из самых популярных рэперов мира события этого дня и начнем с 1738 года михаил ломоносов направляет из марбурга в петербург свое первое ученое сочинение образчик знания о превращении твердого тела в жидкое 1740 год основан петропавловск камчатский один из старейших городов на востоке город разместился на месте камчадальского селения аушин место для города выбрал штурман елагин прибывший на берег авачинской губы на парусном боте для подготовки базы второй камчатской экспедиции беринга ну а сам город назван честь святых апостолов петра и павла я там был и провел замечательное время представьте себе тихий океан горы ну и конечно же огромное количество вулканов какие-то особенные люди и особенные ощущения которые невозможно понять и почувствовать в большом мегаполисе год 1831 майкл фарадэй производит первое успешное испытание электрического динамо открыв электромагнитную индукцию год 1888 император александр 3 вместе со всей семьей и сопровождающими лицами возвращается на поезде из крыма внезапно в семи верстах от станции борки харьковской губернии поезд шедший со скоростью более 60 верст сходит с рельсов вагон столовая где завтракала царская семья скатился с насыпи стены сплюснулись и разломились на императора упала крыша но он смог удержать ее на своей богатырской спине и в вагоне столовой все уцелели великокняжеский вагон развернула поперек пути и накренила над откосом всего погибло 21 человек тяжело ранено 24 двое из которых умрут позднее от ушибов полученных в тот день александр 3 начнет развиваться болезнь почек от которой он и умрет через шесть лет поездам в то время не разрешалось ехать быстрее 20 верст в час а царский поезд шел под 70 чувствую что император того потребовал 1938 учреждены медали за отвагу и за боевые заслуги наряду с учрежденной 24 января 1938 года юбилейной медалью 20 лет рабочей крестьянской красной армии эти награды фактически стали первыми советскими медалями за отвагу с момента ее появления особо ценили фронтовики поскольку она вручалась исключительно за храбрость проявленную в бою это главное отличие медали за отвагу от некоторых других наград которые могли выдаваться за участие медалью за боевые заслуги награждались те же категории военных за умелые инициативные и смелые действия в бою способствовавшие успешному выполнению боевых задач за мужество проявленное при защите государственной границы за отличные успехи в боевой и политической подготовке освоение новой боевой техники и поддержание высокой боевой готовности воинских частей и их подразделений 1945 следуя решением ялтинской и поцдамской конференции кёнигсберг с прилегающими землями включен в состав ссср южная часть восточной пруссии отходит к польше в апреле 46 составе рсфср образовалась соответствующая область а спустя три месяца ее главный город получил новое название калининград в память об умершем 3 июня всесоюзном старости территории эти были в составе россии во время семилетней войны 1758 году кёнигсбергцы присягнули императрице елизавете петровне и до весны 1762 до заключения мира восточная пруссия имела статус российского генерал-губернаторства так в декабре 58 года 18 века знаменитый горожанин кёнигсберга иммануил кант обращался к елизавете с письмом где просил место профессора здешнем университете 1959 год международная корпорация дебирс занимающийся добычей обработкой продажи природных алмазов объявила о создании и первых искусственных алмазов в 1988 в лондоне впервые исполнена считавшиеся пропавшей десятая симфония бетховена она была восстановлена английским исследователем барри купером на основе обнаруженных в берлине бумаг великого композитора которые содержали фрагменты и наброски симфонии поэтому трудно считать ее соответствующий истинному замыслу самого бетховена ну и последнее 1902 год в детройте выпущен первый автомобиль марки cadillac одной из старейших автомобильных марок в мире у основателя инженера генри лиланда была возможность писать свое имя в мировую автомобильную историю назови он свою компанию лиланд но он не воспользовался этим шансом и назвал свое детище cadillac в честь своего предка основателя детройта антуана дала мод к диака визитной карточкой первых cadillac of была особая точность изготовления подгонки всех механизмов и деталей и в этом не было ничего удивительного ведь сам лиланд начинал свою профессиональную карьеру как оружейник сначала федеральном арсенале спрингфилде где он изготавливал винтовки затем на оружейном заводе сэма кольта начиная с 28 президента сша вильсона который купил cadillac 51 1915 году большинство американских президентов пользовались только автомобилями марки cadillac вот с чего можно начать свое президентство с вами был николай пивненко в проекте дата